Приветствую вас. Вопрос, который я сейчас зачитаю, он достаточно печальный. То есть это грустный такой, я бы так сказал, трагичный вопрос. Ну, грустный, трагичный во многом потому, что не только данный человек, ну, как бы вот спрашивает. А подобные проблемы, вот, к сожалению. Не только, не только, к сожалению. Но при этом, придумал, что вопрос достаточно печальный и грустный. Он вместе с тем и довольно смешной. Он довольно смешной. Смешной не в том смысле, что это смешно, что тут есть что-то смешное. Нет. Смешной вопрос как бы в том, что вот как бы суть его, да, вот суть вопроса и сам вопрос. Как бы сказать так. Находят ответ в самом тексте. В самом тексте вопрос. Но сможет ли понять автор вопроса то, что, например, я попытаюсь до него, ну, до него, до него донести. Сможет ли понять автор вопроса по свою проблему. Вот какой вопрос. В этом смысле есть у меня. И давайте мы только вот с вами постараемся на него ответить. Моей дочке 11 лет, есть мужчина, с которым прожили вне брака 6 лет. Расстались, прошло 2 месяца. Решили сойти с вновь. Ребенка моего любит, относится хорошо, ранее проблем не было. Когда приняли решение сойти, сказала об этом дочери, начала плакать, сказала, что хочет, чтобы мы жили с ней вдвоем. Объяснялось, что у меня есть, у меня тоже есть личная жизнь, она вырастет, создаст свою семью, уйдет, а я не хочу остаться одна. В итоге мы сошлись, живем вместе. Но как наступает время ночи, дочка придумывает различные предлоги, чтобы спать со мной. Скажи сразу, ранее она не видела какие-либо взрослые моменты между нами. Думаю, что в таком возрасте видела что-то в интернете, о чем-то думает, но это мои догадки. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации и как вести себя, как поговорить и что сказать. Ребенку не травмируя ее психику. Спасибо. Вопрос задает пользователь по имени Мила. Уважаемая Мила, дабы не распиляться, особенно после подобного вступления, которое, вероятно, могло настроить вас несколько скептически по отношению ко мне и по отношению к моему ответу. А я все же, все же, хочу указать вам на один, как мне кажется, важный момент. И этот момент заключается в том, что, да, ваша дочь тревожная. Это правда. Ваша дочь чего-то опасается, что, в общем-то, тоже правда. Бессмысленно это отрицать. И вы хотите ее успокоить. Это тоже факт, в общем и целом, довольно-таки, ну, факт очевиден. Вы хотите ее успокоить. Но, момент в чем, что вы хотите дочку свою успокоить, вроде как, вроде как вы хотите ее успокоить. Я повторюсь, вроде как. Но сами, но сами при этом, сами при этом, сами при этом, вы боитесь остаться одна. В чем, как бы, вот, суть, суть ситуации. Знаете, какая штука? Вы боитесь остаться одна. Да. И до тех пор, пока у вас есть страх остаться одной, то есть, вот, пока вы боитесь одиночества, я бы сказал, да. Ну, естественно. 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 У вас будет проблема. То есть, дело в том, дело в том, что то, что вы делаете с этим, и сейчас, и это борьба со страхом одиночества, со страхом остаться одной, вот, в том числе, в том числе, через восстановление отношений, который, ну, суть по всему, не очень, вот, хороший. Знаете, какая штука? В чем, как бы, вот, проблема, в чем, как бы, проблема заключается? Что вы не можете, вы не сможете дочери, дочери, дочь успокоить до тех пор, пока сами боитесь одиночества. В чем, как бы, суть, да, вашего, вашей ситуации, вот, в чем ее боль? В чем боль вашей, вашего вопроса, в чем боль, понимаете? В чем проблема, вот, в данном случае. И, условно говоря, пока вы думаете, что есть какие-то волшебные слова, а, ну, как бы, которые, вот, вы сейчас своей дочери, значит, скажете, расскажете, вот, и все будет хорошо, то нет. Таких слов нет, к сожалению. Ну, я считаю, что к счастью, я считаю, что к счастью, я так считаю. Вот, понимаете, да, какая штука? Так что, в первую очередь, это работа с непосредственно вашим страхом одиночества. Вот, первое, на что нужно обратить внимание. Второе, второе, на что нужно обратить внимание. Это то, что ваша дочка, в данном случае, ревнует вас к мужчине. И, связано это с тем, вот, то, что она вас ревнует, связано это в первую очередь с тем, что вы в себе не уверены, что личный границ между вами и дочерью нет, что чувствуете вы перед дочерью вину, а с мужчиной отношения не совсем прояснилось. Ну, вы же с ним остались, почему-то. Более того, это уже не первое ваше расставание. Первым расставанием было с отцом ребёнка. Причём, вы говорите, что прожили вне брака шесть лет с мужчиной, почему-то не поженились. Дочь это всё чувствует. Может быть, не понимает, но чувствует. Следующий важный момент. Тема сабу. Совершенно очевидно, что у вас есть тема сабу, о которых не говорят. Ну, не говорят. Вы не объяснили своей дочке, что взрослые люди должны быть наедине. Вы этого не объясняете. И у дочери совершенно спокойно развивается комплекс. Я не скажу комплекс электро в данном случае, но наиболее приближённую к этому. То есть она пытается уничтожить мужчин, чтобы быть с вами. И в том числе, в том числе, это происходит потому, в том числе, что у вас в данном случае нет, чёткого прояснения отношений с дочерью. Понимаете, какая история. Вот в этом ключе я и рекомендую вам поработать. Чтобы вы вот для себя определили. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Я не думаю, что есть какие-то, так скажем, слова, слова, сказав, которые, да, дочь сразу успокоится. Речь идёт о постоянном транслировании вами невербального послания, произникающего из вашего психологического состояния, которое дочь считывает. Если вы боитесь остаться одна, боитесь быть брошенной, то и дочь боится остаться одна и боится быть брошенной. А это про что? А это про невозможность опоры на себя. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр!